В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, и вот о чем мы вам расскажем. Два миллиона рублей за подпись. В получении взятки подозревается начальник Ахтынских районных электросетей. Белый дом снова у мэрии. Очередное помещение вернули в собственность города. Осознанно и смело. Семь махачкаринцев отправились добровольцами в зону СВО. Главное спортивное событие выходных. В воскресенье утром Ислам Махачев проведет первую защиту титула чемпиона UFC. Два миллиона рублей за подпись на актах по приемке работ за установку приборов учета. Именно в получении такой суммы взятки подозревается начальник Ахтынских районных электросетей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону. Сразу после получения денег он был задержан силовиками в одном из ресторанов Махачкалы. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого прошли обыски и в головном офисе компании Дагенерго. Накануне ночи угорело здание около второго рынка Махачкалы. Пожар возник в одном из магазинов одежды по улице Батырая. На место прибыло несколько пожарных расчетов и 8 единиц техники. Слаженная работа спасателей позволила быстро локализовать и потушить огонь, не позволив ему перекинуться на соседние павильоны. В результате ЧП сгорело помещение склада, находившегося на втором этаже, и кровля площадью 250 квадратных метров. Пострадавших нет. Очередной объект вернули в собственность муниципалитета. Речь о ресторане «Белый дом» общей площадью свыше 400 квадратных метров, расположенном в парке имени Ленинского комсомола. По информации мэрии столицы, судебные тяжбы за помещение продолжались не один год. Однако 16-й арбитражный апелляционный суд поставил в этом деле точку. Решением суда исковые требования администрации были удовлетворены в полном объеме. Не согласившись с указанным решением суда, владельцам помещения была подана апелляционная жалоба, которая 7 февраля 2023 года была оставлена без удовлетворения. Вследствие чего решение суда вступило в законную силу. В настоящее время нами направлено заявление о выдаче исполнительного листа, после получения которого будет предъявлен служба судебных приставов для принудительной передачи указанного помещения в собственность города Махачкалы по акту приемки передачи. Работа в данном направлении будет продолжена. Семь махачкалинцев отправились добровольцами в зону СВО. С территории республиканского сборного пункта их проводили чиновники мэрии. По поручению Резвана Газимагамедова ребятам вручили рюкзаки с военным снаряжением и амуницией. Наши дагестанцы там ведут достойно не только в боевом плане и выполнение задач боевой операции, но и в плане обходительности и отношения с местным населением. И местное население очень лестно отзывается и даже возлагает определенные надежды на наших земляков, на тех, которые там служат. Поэтому, я думаю, вы пополните их, дадите еще новую силу. Самое главное, чтобы вы вернулись с победой, здоровыми и с чувством выполненного долга перед государством. Махачкалинский аэропорт получит землю под новую бесплатную парковку. Как сообщает Министерство имущества Дагестана, это решение принято совместно с администрацией Карабудахкенского района и инвесторами. Отметим, что данные планы намечены в рамках масштабной реконструкции воздушной гавани, в частности, действующего терминала внутренних рейсов. Дагестан получит 30 новых автобусов для перевозки пассажиров по маршруту Махачкала-Каспийск. Пассажирский транспорт будет приобретен уже в этом году, сообщает пресс-служба Минтранса. На это профильным ведомствам выделено 279 миллионов рублей. Благотворительный фонд «Инсан» объявил о начале сбора средств для помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии. Все неравнодушные жители республики могут принять участие через официальное приложение «Инсан». Достаточно навести камеру вашего телефона на QR-код, который вы видите на своих экранах, а затем перейти по ссылке. Переговоры по поиску надежных партнеров среди благотворительных организаций пострадавших стран завершены. Можем с уверенностью гарантировать, что собранные средства дойдут до адресатов. Нам важно оправдать доверие наших благотворительных, заявили в фонде. И о спорте. В воскресенье утром Ислам Махачев проведет первую защиту титула чемпиона UFC. Противостоять дагестанцу будет лучший боец лиги, вне зависимости от весовых категорий Александр Волкановский. Поединок возглавит 284-й турнир в Австралии. Сегодня спортсмены провели очередную дуэль взглядов. На счету 31-летнего Махачева 23 победы и 1 поражение. Титул чемпиона UFC он завоевал 22 октября прошлого года, победив бразильца Чарльза Оливейру. У 34-летнего Волкановский 25 побед и 1 поражение. На тему благого нрава представители муфтията Дагестана регулярно проводят встречи практически во всех спортивных учреждениях республики. Накануне полпред муфтията Дагестана Хусейн Гаджиев встретился со спортсменами и тренерским составом спортшколы Олимпийского резерва имени Гамида Гамидова в Махачкале. Сегодня есть, допустим, в этом зале он чемпион, он первый, он на первом месте идет. Если по отношению к нему у меня в сердце появляется зависть, я хочу, чтобы он лишился этого. Но хочу, чтобы у меня было, у него не было, чтобы он лишился этого. Это о чем говорит? Это говорит о том, что я недоволен предопределением Всевышнего Аллаха тем, что Всевышний Аллах ему это дал. То есть я выхожу против воли Всевышнего Аллаха. Я недоволен этим. Так это выходит. Поэтому ученые говорят, что эта зависть, она очень опасная весть, и человека может вернуть очень плохие поступки. Человеку может появиться зависть в человеке. Что делать? Ученые говорят, лучше всего делай дуа. Например, у меня к нему появилась зависть, он хорошо борется. Мне что делать? Мне надо делать за него дуа, просить Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах ему еще больше помог в этом. Еще больше, чтобы укрепил, дал ему силы и здоровье. Вот тогда эта вещь от меня уйдет. Тогда Всевышний Аллах увидит в том, что в моем сердце есть братство. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин